Привет! Ну что, сегодня предпоследний день нашего марафона. И я по многочисленным просьбам, поскольку у нас в последнее время появилось очень много подписчиков, и мы рады вам всем, хотя у нас маленький канал, и я думаю, что мы, честно говоря, не заслуживаем такого внимания, но большое спасибо! И если наши видео кому-то интересны, для нас это большое счастье. Сегодня у нас 29-я предпоследняя чашка чая, и становится немножко грустно. По вашим просьбам, я сегодня вам немножко расскажу о нас. Поехали! И здесь три. Видите? Упала, значит. То есть, вот это лимон-мелисса, да, мне кажется, было здесь? Да. А сегодня у нас лепестки жасмина. Вы, конечно же, все помните, что для того, чтобы получить вот эту кружку и набор чаев, и еще какой-то сюрприз, нужно просто написать комментарий ко всем нашим видео в этом марафоне. Вы в любой момент можете присоединиться. Поскольку вы очень интенсивно комментируете все наши видео, участвуя таким образом в марафоне, я предлагаю к этому видео лучший комментарий, который, на наш взгляд, ну, лучший, это, конечно, все относительно, какой-то самый приятный комментарий мы выберем, и на последнем итоговом видео мы его покажем на весь экран, таким образом прорекламируем вас. Так что пишите комментарии и ловите двух зайцев. Участвуйте в марафоне, у вас последний шанс, потому что завтра объявим победителя. И пишите самый приятный комментарий. Приятный, не обязательно льстивый, да, тот, который будет интересен в той или иной степени нам. Поехали. Как я уже сказала, сегодня я хотела бы рассказать о нас, кто мы, что мы и почему мы здесь. Меня зовут Аня, моего мужа Юра. Он сейчас оператор и бессменный монтажер наших видео. Он часто бывает в кадре, поэтому заходите на другие видео и увидите, как написала Оля с канала «Оля из Темперы Финляндия». Она называет его Котовским. Кто-то называет его Пуаро. Если у вас есть интересные еще варианты человека с усами, напишите в комментариях. Очень интересно. Мы, муж и жена, родились на Дальнем Востоке. Я родилась в Хабаровске, Юра из Магадана. Учились, я училась в Москве, Юра учился в Питере. И до 35-36 лет жили в России, в Подмосковье. Юра закончил авиационный институт в Петербурге. Долго работал в институте авиации, также в крупных авиационных компаниях. Я преподаватель, лингвист. Изначально я японист. Но также у меня есть диплом по английскому языку. И приехав сюда, почему мы вообще переехать решили? Тоже у меня есть видео на этот счет. Мы оставим ссылочку, почему мы переехали. Но вкратце, мы давно хотели переехать и не собирались во Францию. Случайно, можно сказать, здесь оказались. Смотрите видео. Я не буду уходить в подробности. Ваше здоровье, друзья. 7 лет, практически ровно 7 лет мы живем во Франции. Первые 5 лет мы не могли здесь работать. И вот только 2 года, как получили разрешение на работу. По поводу визы-визитер тоже у нас есть видео. Ищите на канале. Сложно, не имея возможности работать, жить в стране. Но сейчас еще сложнее, потому что работу найти в месте, где мы живем, тоже очень трудно. Мы живем в городке в южно-юге Франции. Население 3,5 тысячи человек. В соседней деревне не намного больше населения. Работы здесь нет даже для французов. Найти работу – это большое счастье любую. Поэтому очень сложно, учитывая, что в Москве у нас был бизнес. Один, второй, третий, сеть школы о странах языков, потом торговый бизнес. Сейчас Юра ищет любую работу. И пока не удается найти с его инженером диплом, а тем более уже любую работу не дается. Мне повезло чуть-чуть больше. Я нашла работу, я преподаю в школе, в университете. Но от университета, я думаю, что, может быть, откажусь, потому что нет времени совсем. И я пошла учиться. То есть я получила мастер, по-моему, это аналог специалиста в России. Элюа – это языки японский, английский здесь уже во Франции, просто чтобы подтвердить диплом. Потому что они не подтверждают все пять лет российского образования. В лучшем случае три. И очень тяжело было учить язык, потому что я пришла, я не могла говорить по-французски. Некоторые преподаватели просто смеялись. Ну, представляете, я писала лекции, а я не понимала вообще ничего. То есть я записывала на диктофон, потом дома расшифровывала, учила. Это был адский ад, скажу я вам честно. Потому что спала по 4-5 часов, ехать каждый день с по 20 километров. Но неважно. Я очень много трудилась, и я этого добилась. Это очень здорово. В этом году я пошла получать образование в Институт Супериёр, это профессора. Я думаю, что где-то можно сравнить с педагогическим вузом, где учат преподавателей. И моя специальность называется Инженерии Педагогик. То есть этот диплом позволит мне преподавать в университете, учить преподавателей, как им работать и так далее. Но очень сложно, потому что задают очень много, читать надо очень много, поскольку неродной язык, конечно, непросто. Но я счастлива, потому что найти работу очень непросто. Если вам кто-то из иммигрантов говорит, что иммиграция – это легко и просто, и весело, это скорее исключение. И не верьте, что всё так просто и радужно. Это не так. Но мы не унываем. У нас двое детей, 13 и 17 лет. Эмиль, старший наш сын, он 3 года начальную школу отучился в России. Соня никогда не уходила в русскую школу. Вы можете посмотреть на нашем канале несколько видео, где она пытается читать по-русски. Не судите строго, потому что она никогда не училась в русской школе. И для тех, кому интересен переезд, да, кто собирается и так далее, ничего не бойтесь. Если у вас большое желание, вы готовы делать всё, то всё получится. Особенно не переживайте за детей, потому что дети очень быстро и легко адаптируются. Гораздо проще, чем родители. Мы живём на юге Франции. Это очень красивый регион Ахьеж. Если вы посмотрите, мы иногда ходим на природу и показываем природу. Это, конечно, нас спасает, успокаивает и вдохновляет. Для меня природа очень важна. И, конечно, важным критерием выбора, одним из немногих, как я уже сказала, смотрите подробнее видео, другое, важно был климат. То есть у нас вот до сих пор плюс 30 градусов на улице бывает. И сказать, что у нас есть зима, у меня не поворачивается язык. У нас, поскольку мы живём в горах, иногда ночью температура опускается до минус 5-4-5, но днём ниже нуля, оно бывает очень редко. Если раз в год у нас бывает снег, мы счастливы, особенно дети, потому что они любят снег. Тем не менее, если буквально 15-20 минут подняться выше горы, мы живём недалеко от Андоры, чтобы вы представляли, где, да, там уже зимой снега по колено, там холоднее, можно кататься на санках и так далее. И здесь мы случайно встретили ещё одну блогершу, вернее, сначала мы познакомились с ней в онлайне, а потом оказалось, что мы живём в одной деревне. Вы можете представить? Её зовут Елена, её канал называется Елена Малена, смотрите, пожалуйста. Она делает видео про духи, про жизнь во Франции, про работу, замужество и так далее. Это наш большой друг. Мы, как я уже сказала, я преподаю языки японский, английский, русский, французский, какие только не преподаю. Единственное, из тех, на которых говорю итальянский, но я очень плохо уже говорю, потому что очень мало практики, я не преподаю. Я очень люблю лингвистику и всё, что с ней связано. У нас есть вот этот вот канал, и ещё у нас есть второй канал, на котором мы делаем уроки английского языка. Мы оставим ссылочку. Если вы изучаете, интересуетесь, любите английский, зайдите обязательно. Мне очень интересно будет ваше мнение, что вам нравится, что не нравится, что изменить. Я всегда ценю, как я уже сказала, конструктивную критику. Спасибо, что выпили эту чашку чая со мной. Берегите себя, я вас всех обнимаю. И увидимся завтра. Не забудьте, завтра последнее видео марафона, и мы объявим победителя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok